Самое главное, к чему Сочи стремился многие годы стать круглогодичным курортом, удалось за счет нового номерного фонда одномоментно размещать 120 тысяч гостей. Причем в город зашли крупные мировые гостиничные бренды, имеющие огромный опыт работы в индустрии гостеприимства. Это отели под управлением 12 ведущих мировых гостиничных сетей. И на улицах Сочи все чаще можно встретить гостей курорта. Олимпийские объекты замечательные построили. И Красная Поляна вообще это что-то такое очень уж очень привлекательное. И летом можно отдыхать, и зимой. Я здесь был последний раз около двух лет назад, перед Олимпиадой, все еще только строил. Сейчас я увидел много чего красивого. Все очень красиво, чисто, уютно, комфортно. Город очень изменился, конечно. Заехали в Олимпийский парк. Очень красивый, людей много. Очень понравилось. Все красиво. Я впервые в Сочи. Должны поддерживать в таком же виде. Потому что город поменялся до неузнаваемости. Очень хороший. Крупные туроператоры зашли на сочинский рынок. Они формируют комплексный турпакет с перевозкой и экскурсионными программами. С авиакомпанией из Новосибирска и Томска запущена чартерная программа. Рейсы на курорт будут выполняться из 14 городов России. Расширяется сеть международных перевозок. Как местный житель хочу сказать, что Олимпиада нам действительно многое дала. Я участвовала в периоде подготовки к Олимпийским играм как волонтер. Поэтому я считаю, что наш город преобразился полностью. Даже если взглянуть на улицу Новогинская, мы получили прекрасную пешеходную зону, где можно и погулять, и покататься на роликах, на велосипедах. У нас замечательная городская инфраструктура. То есть это весь общественный транспорт, который стал комфортным. Это автобусы с кондиционером, это ласточки. В Сочи делает ставку на событийный туризм, на оздоровительный отдых, пляжный, экскурсионный и на организацию деловых мероприятий. Календарь 2015 года уже насчитывает свыше 150 различных событий. В город потянулась молодежь со всей страны. Мы влюбились в этот город, влюбились именно в то, что сделала Олимпиада. Очень огромное количество молодежи желает приехать в этот город и сделать его более молодежным. Если мы заметим, как много молодежи приехало в этот город и желание их работать, работать хорошо, на благоустройство, на то, чтобы он развивался. Курорт в Сочи создавался именно для оздоровления. Поэтому приоритеты сейчас на восстановительную медицину. Вернуть имидж больного лечебного курорта и продолжать развивать событийный туризм. 27 июня весь Олимпийский парк станет большой праздничной площадкой. Всероссийский Олимпийский день в Сочи отметит открытие международного турнира по танцевальному спорту «Виват Россия». Соревнование пройдет во дворце «Айсберг». В турнире примут участие 4500 танцевальных пар из 14 стран и 71 региона России.